Карина Ершова, здравствуйте, коротко о главном. 40 российских организаций коснутся новой американские санкции. Убийца Джона Кеннеди общался с агентом КГБ. И в Самаре откроют памятник режиссеру Эльдару Рязанову. Далее подробности. Около 40 российских организаций могут коснуться новой американские санкции. По данным газеты New York Times, среди них и предприятия оборонной промышленности, Калашников, Уралвагонзавод и корпорация МИК. По линии спецслужб в список попали Федеральная служба безопасности и служба внешней разведки. Напомню, накануне вечером Госдепартамент сообщил об утверждении списка и передаче его для ознакомления в Конгресс. Убийца Джона Кеннеди общался с агентом КГБ за два месяца до преступления. Об этом говорится в рассекреченных документах ЦРУ. Сегодня в открытый доступ было выложено около 3000 файлов. Ли Харви Освальд 28 сентября 1963 года находился в Советском посольстве в Мехико. Там он разговаривал с консулом Валерием Костиковым. Его американские власти считали агентом КГБ. Еще один файл содержит информацию о том, что ФБР вело слежку за Освальдом всего за месяц до трагедии. Напомню, что Национальный архив опубликовал документы, которые касаются убийства 35-го президента США. Еще несколько тысяч материалов обнародуют в апреле. В Тихом океане спасли двух американок. Они пять месяцев дрейфовали на яхте. Они выжили благодаря годовому запасу еды и воды. Как сообщили в пресс-службе ВМС США, в конце мая двигатель яхты сломался во время шторма. Ежедневно подавался сигнал бедствия, который не был услышан. И лишь 24 октября рыболовное судно обнаружило женщин неподалеку от побережья Японии. Состояние девушек удовлетворительное. Почти полгода они питались овсянкой, макаронами и рисом. В Самаре откроют первый в России памятник режиссеру Эльдару Рязанову. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Памятник установлен в сквере около дома, где прошли детские годы Рязанова. В прошлом году на доме установили мемориальную доску, а в декабре планируется открытие музея Эльдара Рязанова. На Эйфелевой башне открылось мини-поле для гольфа. Миниатюрную спортивную лужайку украшают макеты самых известных достопримечательностей Парижа. Поиграть в гольф на высоте 57 метров можно будет до 5 ноября. Как сообщает местная пресса, площадку открыли в преддверии главного события в этом виде спорта – сражения между командами Европы и США за Кубок Райдера. Голкипер «Локомотива» Маринато Гильермо в преддверии матча 15-го тура РФПЛ против «Зенита» сказал, что петербуржцы для него принципиальные соперники. Об этом футболист сказал в интервью «Матч ТВ». При этом Гильермо не смог назвать фаворита предстоящего поединка. Напомню, что матч «Зенит-Локомотив» пройдет в воскресенье 29 октября. Главный тренер мадридского «Реала» Зинадин Зидан похвалил футболистов своей команды за достойную игру с «Воин Лабрадой» 2-0 в первом матче 1-16 финала Кубка Испании. В преддверии матча с «Жероной» мы не обеспокоены ситуацией в Каталонии, потому что безопасность всегда остается неизменной, сказал Зидан. Мадридский клуб сыграет с «Жероной» на выезде в рамках 10-го тура «Премьера» 29 октября. И пока это все новости. Все, что важно каждые полчаса – спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. В Московском регионе сегодня будет пасмурно, сыро и ветрено. Температура в столице будет около нуля градусов. По области столбики термометров покажут от минус трех до двух градусов тепла. Будет облачно, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый. Местами на дорогах возможен гололед. В ночные часы немного похолодает, пройдет небольшой снег, местами мокрый. Сейчас в российской столице ноль градусов, ветер юго-восточный 2-5 метров. Секунду. СТО ПРОЦЕНТОВ УТРО. Тише едешь? Ну-ну. Очень долго, очень долго не будем говорить. Вообще говорить долго не будем, потому что они наконец-то встретились. И сейчас Александр Боярский возьмет бразды эфира в свои руки, наконец-то натруженный Динамовский. И скажет спасибо этому человеку, нашему сегодняшнему гостю, за то, что он просто батя. Да вы знаете, просто когда зашел Виктор Вячеславович в студию к нам, у меня сразу слезы потекли, по слезам, слезы потекли, да. Слезы по слезам, по щекам, по щекам, да. Спасибо вам за Кирилла, за то, что уговорили его из ЦСКА перейти в Динамо, потому что я знаю, что это ваше круг дела. Нет, Александр, сначала надо поздороваться. Здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе утро. Приятно, да? Не ожидали? Ну да, хотя в пятницу утро никогда не бывает добрым, но... Почему? Наоборот ведь. В выходные впереди. Вечер в пятницу веселый. Виктор Вячеславович Панченко в гостях у нас сегодня. Это замечательно нападающие недавние поры. Пять мячей в одном матче, а? Как вам? Ну и, конечно, для Боярского это папа, папулечка, батя. Батя Кирилла, лидера Динамо, футболиста сборной России. Поэтому сегодня вот нет-нет будем говорить, но, конечно, на эту тему Александр будет иногда переходить, всхлипывая и комплименты Виктору Вячеславовичу отвешивая. Ваши вопросы? Присылайте свои вопросы нашему гостю. У нас сегодня еще есть два билета на бои роботов. Бронебот в воскресенье. Послезавтра в Москве в спорткомплексе Олимпийский пройдут эти замечательные мероприятия. Международное спортивное инженерное состязание роботов из России. И Англии. Два билета за лучший вопрос гостю. Виктор Панченко, человек, который своими голами Россию ставил на уши. А потом много плодотворно работал в больших командах. ЦСКА, Локомотив, Динамо занимался селекцией. Прежде всего об этом, естественно, и пойдет речь. Давайте проясним. Август, я смотрел последнюю новость. Виктор Панченко покидает Локомотив. Да. Сейчас вольное плавание? Да, пока. Надеюсь, что это пока. Потому что в ближайшее время, дай бог, должно случиться интересное событие в моей жизни. Все-таки Манчестер Юнайтед. Немножко поменьше. Манчестер Сити. Немножко поменьше, да? Да. То есть ждем назначения куда-то, да? Ну, все это переговоры, все эти любят тишину. Поэтому не хотел бы ничего ни афишировать, ни говорить об этом, пока это не случилось. Но мы первые узнаем? Не мы, а он. Александр Боярский первый знает. Ну да. Второй после сына. Нет, я уже знаю просто. Сначала сына, потом Александр. Есть поклонник нашей семьи, поэтому я думаю, что Александр будет первым. Из Локомотива ушли. Почему? Причина? Вице-президент футбольного клуба Локомотив, который меня приглашал на эту работу, вынужден был уйти. И нам пришлось, как говорится, со своей командой тоже, кто приходил. С кем пришли, с тем и ушли, да? Да. Это, я считаю, это очень порядочно, правильно. И по жизни это так и должно быть. Вот я с удовольствием, хотя, опять же, с болью в сердце, прочел вчера большое интервью Панченко Спортэспрессу, где рассказал в том числе о своей жизни Виктор Вячеславович непростой, послефутбольной. Много там любопытных фактов, опять же, интригующих, где-то до скрипа души, что называется. Но вот внимание обратил на то, что вы стараетесь быть честным человеком. В современном футболе это возможно? Из Динамо вы с Дьяковым вместе с Дьяковым пришли и ушли. Локомотив, вот сейчас та же история. Ну, все правильно. Это не то, что это возможно, это надо делать. Мы все ходим под Богом, и мы обязаны кому-то преклоняться. И я считаю, что порядочная честность, это прежде всего. Вы один такой у нас в России? Ой, я не хвастаюсь этим, к этому надо стремиться, до этого надо дойти. Ну, а мне хорошо, обмана, лжи, много же? Очень много. К сожалению, очень много. Локомотив нынешний, который в воскресенье играет с «Зенитом», насколько считаете, что это по селекции ваша команда? Вот вложились в нее насколько? Ну, я думаю, результаты говорят сами за себя, и выигрыш кубка локомотивом. И сейчас первое место в чемпионате России. Вот поэтому я не знаю, судите мне, но в любом случае, что это работа той команды, которая была раньше, но не нынешней селекционной службы. Очень много комплиментов получает центр поля, братья Миранчуки, Фернандеш. Фернандеш одно время вообще ощущение было, что уже одной ногой был на выход при Черевченко и Смороз. Как его реанимировали? Антон поиграл в Эстонии, опять же вернули. Это вот все, что это? Ваша работа? Селекционеров, тренеры вложились, поверили. Ну, здесь, прежде всего, работа Юрия Павловича Семина, которую вернул и Фернандеша, и Миранчуков, которых он очень сильно верил. Миранчук едва не ушел в рубин, Алексей. Естественно, да, да, да. Это заслуга только Юрия Павловича Семина. Эти парни для вас поиграли много, вы, у вас глаз алмаз, видите наверняка, какие перспективы у футболистов, то, что Миранчуки заиграют оба, это было заметно с самого начала? Ну, однозначно, да, потому что талант виден сразу. Вот, и сомнений-то не только ни у меня не было, что не заиграют, но, по-моему, ни у кого не было. Просто нужно время для... Вот Антон попозже, да, получается, как-то раскрылся немножко? Ну, насколько я за ними следил еще до локомотива, до работы, потому что, когда занимаешься селекцией, надо знать практически, ну, все подрастающие поколения. Честно говоря, Антон даже выглядел немножко поинтереснее, чем Алексей. В то время. Это похожая история с братьями Брезуцскими была, да, когда сначала Алексей, потом Василий. Да, когда мы приглашали Алексея и Василия в ЦСКА, как раз я ЦСКА тогда работал, да. Сначала Леша был номером один. Леша номер один, да, играл в бой дачного на российский, шикарно играл, и не было сомнений, что это игрок сборной. Ну, а сейчас Василий... Сто матчей за сборную. Да, Василий, как Василий прибавил, и как Василий играет здесь. Ну, Васю брали прицепом, да, потому что, чтобы братьев не разлучать. Так получается. Заметьте, я как бы это не стал говорить, Виктор тоже не стал, но Боярску ничего не боится прицепа, а что? В догонку, нахлёст. Звоните, пишите 276-0932 и 276-1932. Код Москвы 495. Телефоны прямого эфира. Можете написать нам в WhatsApp, в Viber, SMS, портал ВКонтакте. Виктор Панченко в эфире 100% утро. Говорим, естественно, о футболе. Селекция «Зенита». Многочисленные приобретения. Опять же, земля пухом Константину Сарсане. Вот такая, такая система работы, когда есть деньги, это же вольготно, да? Или, опять же, надо искать всё равно? Да, откровенно говоря, никогда не обращаешь внимание. Есть деньги, нет денег. Если футболист нужен команде, то, естественно, его надо просто брать. Ну, вот Месси был нужен ЦСКА, а Гин рассказал, давайте брать кого-нибудь ещё. Субера. Нет, ну, это, конечно, не сопоставимые вещи, потому что здесь надо тоже реально, как говорится, на все вещи смотреть. Если молодой футболист, ЦСКА была одна задача, найти молодых футболистов перспективных, которые потом вырастут, как Месси. К этой теме перейдём, да, по поводу всё-таки матча, главного матча выходных. Селекция «Зенита» аргентинцев, большое количество вам, футболисты эти кажутся, кем? Уже звёздами, на вырост ребята, которых можно продать. И кто нравится больше? Паредес, Кроневитр, Дреуси, Ригони, Мамана. Нет, но Ригони нравится мне. Вот, то, что, естественно, есть бомбардирские качества, забивает. Я больше всего смотрю за нападающим, потому что мне... Ваше амплуа? Ближе, да. Вот, а так, то, что взяли они молодую перспективную молодёжь, аргентинцев всех, ну, был такой вектор, поэтому не хотелось бы просто обсуждать работу Константина, царства, царства небесные. Просто мы очень сильно дружили с ним. Мы были первые, кто стал агентами ФИФХА в тяжёлое время ещё. Поэтому... Матч, матч вам, матч вам в воскресенье. Каким видится? Насколько будет игра равной, тяжёлой для обеих команд? Я думаю, что будет ничья. Практически даже в этом нет сомнений. Александр, в конторку. В конторку, да. Мы почему-то думаем, что многие... А Боярский сказал, Локомотив выиграет в один. Я сказал, Локомотив, да. Наши радиослушатели говорят, что Локомотив не проиграет. Ну, вот... Ну, а ничья, как бы, так и есть. Так и есть. Да, ничья, ставка от Виктора Панченко на воскресный матч. Зенит, Локомотив в Санкт-Петербурге. Главный поединок первого круга в 16.30. Давайте поговорим всё-таки о той теме, которая нет-нет, да всплывёт в эфире. Спасибо. Будем говорить ещё раз? Да, ну, ещё раз, с чего мы начали. Спасибо за Кирилла. Просто расскажите, какие слова вы нашли для Кирилла, когда у него был выбор оставаться в ЦСКА или всё-таки оставаться уже, точнее, Динамо полноправным игроком и не возвращаться в армейскую команду? Ну, всё началось с того, что Кирилл имел мало игрового времени в ЦСКА, что, естественно, не устраивало ни меня, ни самого, ни моего сына Кирилла. Вот. Помогло то, что я сам в своё время прошёл такую ситуацию. Меня Юрий Павловичёмин пригласил в 89-м году в Локомотив в союзные времена ещё из металлурга Липец, где я стал лучшим бомбардиром 2-го дивизиона. Тогда я забил в СССР 33 гола за сезон. Это был рекорд. И при деле в Локомотив я отыграл один из матчей с одним голом. Днепру? Да, Днепру. Помню этот гол до сих пор. Можно сказать, единственное, что я запомнил. Вот. И было мало игрового времени. Я решил на переход во вторую лигу в Новороссийск к найдённому Арсену Юрьевичу. Чтобы играть. Не просто получать деньги и сидеть в запасе в Локомотиве, хотя Юрий Павлович не отпускал меня. Ну и в Новороссийске начал опять забивать. Команды мои вышли в переходный, матчи не прошли в первый дивизион. А то за меня опять дальше пригласили. Вот то же самое Баркерилла, да? В ЦСКА он не играл, надо было что-то менять. Да. Поэтому я сказал, были варианты по премьер-лиге. Извините. А почему не играл в ЦСКА? Не видели в составе. Он же выходил на замены, там помогал, отдавал. Забивал, да. Забивал. Ну, как отцу мне было тоже обидно. Не очень понятно, да? Непонятно и обидно. И по спортивному непонятно, если можно так выразиться. Но в любом случае решение было за тренером, за слухи. Да, Кирилл забивал голы, приносил очки победной матчей в кубке. В Саранске переворачивал. В нашли матч в Саранске, да, переворачивал ход матча и на кубок забивал. Ну, для меня было непонятно, к сожалению, но... Объяснения не было, да? Почему? Объяснения не было, но просто никто не спрашивал. Не выходил. Да. Просто слухи считал так. Наверное, он правильно делал. В Динамо то, что раскрылся, это просто потому, что вот команду свою нашел, доверие. Естественно, когда игроку доверяют, он раскрывается в новом, как говорится, качестве. Лидийские качества появляются. У Кирилла очень светлая голова. Хороший пас, хороший удар. Он в коллективе. Отец хороший, опять же. Спасибо вам. У нас звонок есть. Давайте послушаем. Сергей позвонил и готов вопрос задать нашему гостю. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, доброе. Доброе, доброе. Спрашивайте. У меня вопрос к Виктору Вячеславовичу. Виктор, как вы думаете, получится ли когда-нибудь у Кирилла стать лучшим бомбардиром РФПЛ и забить больше, чем вымечаетесь? Это вопрос очень хороший. Аккуратно и внимательно сейчас. Да, вопрос очень хороший. Честно говоря, когда я забивал по второму дивизиону, я тоже надеялся, что я стану... У каждого футболиста есть мечта стать лучшим в России. Я, когда забивал по второй лиге, надеялся, что я тоже буду когда-то там лучшим футболистом страны. Но в тот год, 93-й, насколько я помню, стал Анопко лучшим футболистом страны. И то, что я стал лучшим бомбардиром в 93-м... А стали же бомбардиром-то выиграли. Поэтому... Почему нет? Почему нет? Давайте скажем. Я, честно говоря, верю. Потому что голы забивать не каждому дано. А скажите... Их людей очень мало. Скажите, пожалуйста, а вот когда сын вам звонит, вы всегда его узнаете? Всегда узнаю. А по свету? Сейчас узнали, что сын позвонил? Нет. А это на секундочку. Кирилл Викторович встал пораньше сегодня, да. И решил позвонить, да. Кирилл, привет. Ну, давайте пообщаемся в прямом эфире. Кирилл, доброе утро. Еще раз. Я встаю всегда в это время, потому что я тоже занимаюсь тренировки у меня. Так, папа не узнал. Богатым будешь, скоро восстановишься. Папа весь молоденький просто. Да, дай бог, что самое главное. Ну, и папа сказал, что да, бомбардиром лучшим станешь. Да, он это знает. Я его об этом предупреждал. Все, 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 все. Ну, опять же, да. Кирилл, когда вернешься, когда тебя ждать? Что там происходит с здоровьем? Да, все хорошо, все идет поэтапно, в принципе. Ну, задача сейчас, главное, не форсировать. Травма серьезная. Так что, ну, весной, дай бог, я буду на поле. Нет, Кирилл, смотри, задача главная, это понятно. Но самая главная задача, к нам в эфир прийти в гости. Да, мы вас очень ждем. Да, давай, давай, давай. Сразу после папы, сразу после папы, да, не задерживайся. Да, Кирилл, ждем, как только будет возможность, сразу приходи. Да, мы тебе там на коленку и подорожник прилепим там, и все народные средства используем, чтобы ты быстрее восстановился, да. И в сборной сыграл на чемпионате мира. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Все хорошо. За игру, за настроение, за голы замечательные, да, и за отца тоже, сына же, за отца тоже, можно сказать. Конечно, можно, да. Не ожидали, да, подвоха такого? Нет, да, ну это пятница, тринадцатая. Утреннего, двадцать седьмой, правда, сегодня. Ну да. А ничего, да. Ну вот, сын, все-таки, опять же, интервью большое выдавали, где рассказывали о том, что какие у него были сложные, там прям до слез истории, когда он в локомотиве начинал в Москве в интернате. Тяжело давался переезд в столицу, да? Да, столица многих ломает, и особенно в таком маленьком возрасте, в среднем возрасте. Вот поэтому, да. Говорите, там история была, приезжали, он в телефон говорит, папа приезжает, забирает, пока доехали, а он уже засыпал, на сонного смотрели, уезжали. Да, чай попьешь с воспитательницей, пообщайся. Она его успокоила уже, он лег спать, все, папа приехал, уже посмотрел, погладил по голове, уехал. И обратно на другой конец Москвы работать, да. История, конечно, да. Ну вот сейчас, опять же, дай бог, чтобы восстановился, с здоровьем все было хорошо. Все-таки чемпионат мира цель? Попасть в заявку в сборную России. Для любого футболиста, да, для любого футболиста это просто сумасшедшая цель. Я тоже мечтал попасть на чемпионат мира. К сожалению, Павел Федорович Садырин, я был в расширенном списке в 1994 году. На Америку, да? Да, как лучший бомбардир, потому что, как говорится, в любом случае лучший бомбардир. Любой страны должен быть в сборной на чемпионате мира, на чемпионате Европы, на таких событиях, потому что он лучший бомбардир страны. Но, к сожалению, Павел Федорович тогда был в скандал, и вы помните, наверное... Возвращенцы, и опять состав перелопатели. Да, я не попал в этот состав, к сожалению. Но, как говорится, на все воле Божье, поэтому... И надеюсь, что все-таки то, что я не успел сделать в футболе, в большом, сделается. Говоря о том, что он достаточно поздний по развитию, то есть еще будет набирать. Ну, я тоже был поздний по развитию. Вот про себя-то говорили, и на него тоже была такая параллель проведена. Да, потому что я в 31-й год только стал лучшим бомбардиром страны. Поэтому, Саш, все еще впереди. Я верю, но смотрите, получается, Кирилл поправляется крестнее. Будем верить, что к началу, да, к марту поправится. У него будет всего 10 матчей, чтобы доказать, что он нужен сборной России. По-моему, 11. Ну, он уже был в сборной. Он был, да. И из-за этого черчевского. То есть этого времени, этих матчей хватит для того, чтобы показать все, что ты можешь. Будем верить. Я и Кириллу это объясняю, и любому футболисту, с кем я работаю, объясняю. Что на данный момент, когда ты будешь, будет весна. Естественно, будет другая ситуация. Будут забитые голы, дай бог. Будут хорошие игры. Естественно, тренер сборной, да и любой тренер, будет смотреть на последние результаты, как футболист готов. А тем более, правильно здесь подсказали, что он был уже в коллективе. Черчесов его хорошо знает. Как человека, как он в коллективе. Прижился, не прижился. Как он тактически обучен. И играл в том же матче с «Динамо», да? Да, играл. Поэтому результаты, которые он покажет в последних этих турах, сколько будет забитых игр, сколько будет отвода на голевых передач, я думаю, только за этот цикл и будет определяться состав сборной. В день как часто общаетесь? То есть там по телефону каждый день, через день, несколько раз в день? По телефону общаемся несколько раз в день. Мы живем, ну это Москва, мы живем друг от друга в 100 метрах в одном дворе. Круто. В соседних домах, да, но увидимся, к сожалению, в неделю раза три. Ну вот там на чай, или чеком зайти. Это нормально, да. У нас сегодня был, кстати, мы об этом говорили, день бабушек-дедушек. Как дедушка Виктор Паченко? У меня великая внучка Кристина Крис, поэтому... Тебя проявляет. Только понимаешь, да, после 50-ти понимаешь, что такое внуки, и, наверное, внуков уже любят. И есть чем заниматься, да? Ну да. Правда, не всегда отдают. Да, Кирилл, кстати, сейчас слушает нас, наверняка, вот тоже совет почаще четки дедушку баловать общением с внучкой. Все в набережной Челнах и вообще, опять же, помнят и знают, что старший Панченко школу завершил золотой медалью, а младший Панченко... Ну, кстати, к моему удивлению, он тоже учился выше среднего, чем можно так сказать. Это семейная история, да? В вас пошел здесь, да, получается? Мало ребят, которые в школе золотой медалью. Особенно тех, футболисты. Симака, вспомню, вот, например. Ну, я вспоминаю Митина Андрея, который МГУ закончил, мой вместе в «Локомотиве». Спартаке потом награл, да? Да, потом в «Спартаке», да. Когда я узнал, что он МГУ закончил и играет в футбол на таком уровне. Уникальная история, да? Был шок, да. Отлично. Еще вот была цитата из интервью у вас, что, дословно, «как вижу, что у Кирилла понты начинаются, подчищаю». Бывало раньше, сейчас случается, когда это было в юношестве? Да, сейчас это, к счастью, уже реже, потому что уже, как говорится... Возраст. Матерый стал. Отец? Да, матерый футбол. А что, знаете, сложно представить с понтами? И, видимо, отец такой достал, что уже, да, что уже лишний раз задумывается придти, чем что-то... А что говорите? Поговорю все примеры своей жизни. То, что я уже прошел. На своем опыте, да. Да, и слава богу, что он это слушает. А это, получается, своими граблями себе лоб били, да, получается? На себе все проходили. Естественно, потому что... То есть, забив пять мячей, Газаева подумал, что уже пора контракт в Милане подписывать. Вот она, пара в Анбасе и Панченко. Кстати, Газаев предложил сразу контракт. Да? Да. Для меня это тоже было событие. А ведь было то, что, когда забили пять мячей, могли даже уволить. Он уже заявление написал. Он заявление написал же, да. Ну, после матча ему было, да, наверное, не знаю. Хотя он мне уделил внимание после матча. Мы даже... Меня они пригласили в аэропорт. Мы провожали Аланию. Они прилетали своим чартером. И Битаров попросил меня подъехать в аэропорт, пообщаться. Это помощник начальник, да, Газаева? Да, он был начальник команды, директором клуба. Так что с Валерием Юрьевичем вообще отличные отношения. Но тот матч, пять мячей за одной... Впервые в истории России, да. Это ведь, что это, звезды сходятся? Это как вот прияты? Ты с утра кушаешь, ничего не знаешь. Пять ударов, пять голов. Хочешь на поле. Вы там все, что могло, залетело, да, получается? Я скажу опять, да. На все воля Божья. На самом деле, первые пять ударов, первые пять ударов, которые я просто коснулся мяча, они все залетели в ворота. Это сумасшедшие удары были или где-то коряж какие-то? Нет, были сумасшедшие голы. Правда, из пяти я только три помню. К сожалению, да. С возрастом немного еще забывается. А в видео ничего такого нет, да, не сохранилось? У четверика Валерия Васильевича были все мои голы. Раньше были же большие кассеты такие. А сейчас на диске где-то... Я пытался найти, но потом почему-то... Хотя надо найти их. Очень много сообщений. Вот одно из них, такое достаточно панибратское, но, может быть, для футбольного мира принятое и приятное. Паня Великий, спасибо вам за счастливое детство в набережных Челнах. На вас люди росли, кстати, вот видите. Ну, если честно, приятно было, да, слышать, когда ходят на Панченко на футбол, да, на мои голы. На самом деле это было нечто. Ваши вопросы. Вопросы Виктору Панченко. Какой футболист российский, считавшийся талантом, в итоге вызвал наибольшее сожаление по не сложившейся карьере? Работали со многими, кто Рыжова вспомнить можно? Рыжов, да, я в него очень сильно верил, когда приглашал в ЦСКА его. Но, к сожалению, не подал надежд, как говорится. Вместе с Загоем это один поток был, да, в ЦСКА? Да, один поток вместе с Загоем, Алланом, Горбатенко, Ласов. Но, к сожалению, я больше всего верил в Рыжову. И нападающий, и фактурный, и бежит. Да, и удар, и скорость, да. Характера не хватило? Да, характера не хватило. Видимо, еще-таки футбол не был такой целью для него. И поэтому у него... Ваши вопросы, да, почитаем обязательно. Интересные факты, поговорим о селекции обязательно в следующей части эфира. Еще один комплимент от слушателей. Ватсап, сообщение. Добрый день, большой привет Виктору. Вячеславович Панченко, он был моим кумиром. Я в 6 лет с папой ходил на стадион Гренады и всегда болели за него. Благодаря вам пошел в футбол, играл за юношескую команду КамАЗа. Спасибо вам огромное. Вот это очень важно. Это главное, может быть, для футболиста по окончании карьеры, чтобы тебя помнили. Ваши вопросы. Спасибо еще раз за Кирилл, Александр, да? Надо сказать. Да, спасибо большое за Кирилл. Я вам покажу сейчас ваши пять голов, я их нашел. И в перерыве с вами посмотрим, потом об этом поговорим. Совсем скоро продолжим. Что в кармане у тренера? Отвечает нападающая женской сборной России по футболу Надежда Карпова. Свисток, секундомер, что-то такое. Слушай ответы на все вопросы на Спорт.ФМ. Реклама. При покупке двух пар обуви, третья пара в подарок в магазинах Спортмастер. Только с 18 октября по 8 ноября. Подробности на сайте спортмастер.ру. Скидка предоставляется в размере наименьшей стоимости одной из пар обуви в чеке. Угрен 105-774-732-02-78. Футбольный клуб «Динамо-Москва» приглашает болезнь. Новости. Страна. Мир. Спорт. 10.30 в Москве. В студии с новостями Карина Ершова. Здравствуйте. Коротко о главном. Замглава МВД России подал в отставку. Матильда в первый день проката собрала 39 миллионов рублей. И выставка военной техники пройдет на Красной площади. Далее подробности. Замглава МВД России Александр Махонов подал в отставку. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Это еще раз подчеркивает, что МВД неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки подчиненных. Также представитель ведомства заявила, что Махонов решил уйти по собственному желанию. Напомню, ранее стало известно о задержании временно исполняющего обязанности начальника учреждения специальной техники и связи МВД России Андрея Нечаева. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Четыре члена экипажа пропавшего Ми-8 были застрахованы на 1 миллион рублей. Об этом РИА Новости заявил глава конверсавиадмитрий Железков. Российский вертолет, напомню, потерпел крушение накануне в двух километрах от береговой линии Шпицбергена. На борту были 8 человек. В прессе появилась информация, что все люди погибли. В МЧС заявили, что поисковой операции сейчас мешает снег и сильное подводное течение. Российские спасатели работают вместе с норвежскими коллегами. Большое число пассажиров скопилось сейчас на южном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Речь идет о станциях Кузьминки, Текстильщики и Рязанский проспект. Об этом передает Интерфакс. Поезда в сторону центра следуют с увеличенными интервалами. Ранее сообщила, что станции Котельники, Жулебина и Лермонтовский проспект Таганско-Краснопресненской линии метрополитена закроют на неделю с 28 октября по 3 ноября. Это связано со строительством Кожуховской линии метро. Матильда по итогам первого дня проката собрала 39 миллионов рублей. Об этом говорят предварительные данные по России и странам СНГ. Они опубликованы на сайте kino-business.com. Фильм занял второе место в прокате, уступив приключенческой киноленте «Последний богатырь». На третьем месте восьмая часть американской франшизы «Пила». Картина о романе императора Николая II и балерины Матильды вышла в широкий российский прокат 26 октября. В преддверии показа ленты во многих кинотеатрах были усилены меры безопасности. Против фильма выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих. Выставка военной техники пройдет на Красной площади. Как сообщает Интерфак с торжественным маршем, пройдут 5000 человек. Затем начнется церемония возложения венков и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. После этого на Красной площади будет развернута выставка техники времен Великой Отечественной войны. Кроме того, в Большом театре 7 ноября состоится традиционная встреча фронтовиков. Пять городов наряду с Петербургом подали заявки на проведение матча открытия Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщил генсекретарь Союза Европейских футбольных ассоциаций Теодор Теодоридис. Стадион Петербург был открыт весной этого года. В июне-июле на арене состоялось 4 матча Кубка Конфедерации. Стадион примет 7 матчей Чемпионата мира 2018 года. В частности, один из полуфиналов и игру за третье место. И пока это все новости. Все, что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. На столичных дорогах серьезные пробки. В центр стоит проспект Мира. Там 8 баллов от улицы Егора Абакумова до Северянинской эстакады. Время проезда около 30 минут. Проспект Андропова. Там 8 баллов стоит от Каширского шоссе и до Нагатинской улицы. Кутузовский проспект от Минской улицы до 3-го транспортного кольца. И Каширка от улицы Кошкина до улицы Академика Миллионщикова. Сто процентов утра. Жару заказывали. Гостевой час. Виктор Панченко. Бомбардир всея набережной Челны. Лучший бомбардир чемпионата России в 90-е. Звание добиться. Этого звания было очень сложно. Виктор Панченко был, да и останется для многих жителей этого славного города лучшим бомбардиром команды. Пять мячей в одном матче. Ваш вопрос по этому поводу. Мы уже задали гость. Поговорили о сыне Кирилле Панченко. О работе Виктора Вячеславовича в локомотиве. Вот еще вопросы приходят. Правда ли, что мог летом Дзюба перейти в локомотив? Да, на самом деле это так. Я удивлен, почему Артем не выбрал ту же ситуацию, как была и у меня. Как я выше рассказывал и у Кирилла. Потому что, когда футболист не играет, это уже не футболист. Игровая практика для футболиста это все. А тем более для нападающего. Забитые мячи. И я удивлен, что Артем не перешел. Хотя разговоры практически... Решенный вопрос был. Был решенный вопрос, да. А что повлияло? Его решение в итоге нет? Он не захотел, да? Я думаю, все-таки да, его решение. Правда ли, что Кирилл в детстве несколько месяцев занимался в торпеды, спрашивают? Какому интересно? В московском, имеется в виду, наверное. Нет. Нет, не было такого? Был только в академии локомотива и в академии цейска. Еще вопросы по поводу набережной Челно. Лов, ваша юность. И вот еще вопрос о Липецке. Приезжаете ли в гости в город, который в юность покоряли своим футбольным талантом? Если честно, прям пятница удалась. С утра столько... Ностальгии, теплоты? Хвалебных, хвалебных нет от вас слов. Я тебя еще не начала засчитывать. Да, это мы еще М не спустили, да, с цепи сейчас. Я понял. Я скажу, в те времена мне так не хвалили, как сейчас. Прям пятница удалась. Все для того, чтобы Динамо осталось в премьер-лике. А Динамо останется в премьер-лике. Все, а, все, последний. Можно это записать и каждый эфир давать, да? А Липецк, город металлогов. Да, это вообще сумасшедший город. И даст вы, вот пишут сейчас, беда футболом сейчас. Да, очень, я очень сильно расстраиваюсь, потому что за Липецком я слежу. Каждый год я приезжаю в Липецк, провожу там детские турниры. С моим фондом. Здорово. Да, у меня есть национальный благотворительный фонд Виктора Панченко. Мы проводим турниры среди детских домов, школ. И в Липецке я постоянно бываю, каждый год. Тем более, что в Липецке Кирилл родился. И роддом, в котором он родился. А, родной город. Да, до сих пор он там, естественно, он стоит. Вопрос. Месси или Роналду? Неожиданно такой. Он, да. Для меня Рональду. Роналду все-таки. Да, почему? Ну, тип моего игрока. Мощный. Мощный удар. Вот посмотрели, тип вашего игрока в одном из матчей в набережной Челнах забил пять мячей в ворота Алани. И вот сейчас, спустя годы, как смотрится? Полные трибуны, молодой, бежите, бьете. Да, я немножко спасибо Александру. Я поражен увиденным. Приятно все это вспомнить, что это было. Такое ощущение, что это не я. С двух ног. С правой или с левой. С левой забивал до Панченко. У него две ноги. Да, у него было три, казалось, да, головой забивал. Было очень круто, да. Да, Эм, давай. Саша Диденко написал огромный пост благодарности. Спасибо огромное за те эмоции, которые вы со своей командой дарили городу. И отдельно как раз-таки за те самые голы. Кирюхи, удачи. А вот Николай Морозов интересуется, что вы думаете о европейском футболе? И как вы считаете, стоит ли уезжать в Европу для улучшения своей игры? Вы знаете, сейчас в Европе очень тяжелая такая ситуация и в плане футбола и финансовая. Поэтому, честно говоря, не знаю, может быть, я вызову там множество споров. Но на данный момент я просто бы не уезжал из нашей страны и развивался бы здесь. Ничего себе, это против всех. Сейчас пошло. Такой не отознаю, что мне не надо. Потому что тяжело там очень нашим игрокам адаптироваться. И терять какое-то время на эту адаптацию, а потом получится, не получится. Но я в этом просто не вижу смысла. Ну а все же едут. То все. Вот сейчас Ермоленко в Борусию Дортмунд уехал. Африканцы в Англию толпами. Это африканцы. Мы же не африканцы. Ну в смысле, если бы звали, мне кажется, наши бы тоже уезжали. Головин. Головин и Арсенал. Вот, например, пример конкретный. Стоит ли ехать? До конца не верю. Но если решить это его решение, то его сына я бы не отпустил. В Реал Мадрид. В Реал не приглашает. Вот Константин. Интересуется Константин. Вот у нас слушатель. Как вы думаете, Кирилл Панчко будет играть в Реал Мадриде? Когда Динамо есть, зачем? Боярский не отпустит его. Боярский не отпустит. Самолет будет останавливать. Костюмиль ляжет в аэропорту. Ну, например, Черышев был в Реале, да? И что, вот он играл? Ну, мне как-то эту тему не хочется обсуждать далеко, потому что есть мое мнение, которое оно, наверное... Озвучили его, понятно, да. Вопрос от меня. ЦСКА, Локомотив, Динамо, Химки, где работалось лучше всего, легче всего, интереснее всего? Честно говоря, в ЦСКА, потому что там было все правильно, красиво и откровенно, и все чисто. Понятно, что, наверное, это сейчас вопрос будет такой. Может быть, достаточно жесткий для Александра Боярского, может быть, не очень приятный. Но ощущение от людей, которые не связаны с футбольным клубом Динамо, то, что там все-таки семь нянек, а дитя без глазу. Оно по-прежнему вот есть, как бы вот... Когда вы там работали, генералы, ЦС, вот это все в клубе, непонятно. Кто отвечает за что, неясно до конца. Ну, я с вами полностью согласен. В те времена, когда я работал в Динамо, был совет директоров из пяти, по-моему, семи уважаемых людей, которых было тяжело собрать в одно время, в одно час, в одно месте. Даже собрать, да. Да, естественно, потому что они все государственные... Не то, что пообсуждать чего-то, а собрать. Да, и поэтому в совет директоров без решения совета директоров не принималось ничего. А совет директоров мог собраться раз в год, может быть, в полтора, может, в полгода. Никто не знал, когда он соберется, когда их всех вместе можно объединить и понять решение совета директоров. Вот он делал ЦСКА, да, Евгений Ленорович? Босс? Все правильно. Он решает, да? Да, все правильно. Александр, задумайтесь об этом. Ну, об этом давно уже известно, что это тоже не тайно, правильно, что спрашиваешь такие вещи жесткие? А своей трансферной удачей и неудачей, главной, чего считаете? Удача, может быть, Жирков, неудача, там, не знаю, Рамон? А вы знаете, для меня все равны. И я как-то, как сказать правильно, да я никогда не задумывался об удачах, о неудачах. Смотрите, вот по-папу... Об неудачах я переживал, потому что думал, почему не получилось, почему этому игроку и не донялся. Вот за кого больше всего? За Рыжова того же самого? Откровенно, все, да, потому что это самое такое большое разочарование. Тем более, что потом его еще в Саранск приглашал. И там тоже не получилось, да? Может, что опять не получилось. И, к сожалению, сейчас знаю, где-то он по второй лиге играл, потому что все равно где-то... Ну, уже не на том уровне, да. По-моему, в Арарате он там опять раскользнул, ну, как-то мимолетно. Я вот сейчас даже не знаю, где он. По цифрам, если как бы по цифрам судить, то получается, Жирков за 350 тысяч приобрели, продали за 18 миллионов. Это, наверное, самый такой трансфер выгодный. С точки зрения клуба. Бизнеса, по цифрам. Я думаю, что для ЦСКА самый выгодный трансфер был, когда Жов. Жов в Манн-Сити, да, потом продали за 24, кажется. Поэтому про Жиркова. Но я денег никогда не касался. Мне как-то здесь обсуждать финансовые проблемы и темы... Из интервью ваша уникальная фраза касаемо Рамона, то, что это был бразилец, который всем бы в плане игровых характеристик дал фору и Карвалию, и Жо, и Вагнеру, и т.д. и т.п. Но при встрече с Гиннером вы сказали, Евгений Ленорович, этот человек пьет больше нас двоих вместе взял. Или пьет любого, да? Ну, Евгений Ленорович вообще не пьет, чтобы пить больше меня. Чтобы понимали вы, да. Да, а пить больше меня это вообще проблема, поэтому... Да, я позвонил ему из Бразилии и сказал, что вот собрал информацию об игроке, что одна большая проблема, это, естественно, его пьянство и то, что он любит погулять. В итоге сказалось оно, да, вся эта история сказалась. Талантлив был до безобразия, но при этом любил гулять. Я с ним вопрос решу, поэтому мы его будем брать. А если не секрет, от кого узнали? Кто такие вещи рассказывает, что футболист пьет? Вы с роднёй общались или с друзьями? Когда живёшь в месяц в Бразилии, там не только источники появляются, и друзья. Случайно с ним сам выпил, а потом казалось, что это футболист, да. В ЦСКА ведь мог и Сычёв оказаться. Да, Сычёв мог оказаться, до сих пор вспоминаю этот матч, когда мы привозили. Мы делали просмотровые матчи, собирали 25-26 футболистов, два дня через день они не играли, расселяли их на базе в Академии. Естественно, Валерий Георгиевич присутствовал. Двух сторонки были, да? Две двух сторонки через день, да. И Валерий Георгиевич присутствовал. И все тренировки, все селекционеры смотрели, писали бумажки, рассказывали, общались. Ну, Сычёв, я помню, как он забил гол, стуглового принял на грудь, первым касанием сразу положил в ближний. Я сказал, что этот... Надо брать. Да, будет играть. Но на тот момент для Валерия Георгиевича... Который любил Дениса Попова. И такого рода нападающих, да. Поэтому Сычёв со своими физическими данными, к сожалению, не остался. Негабаритным форвардом всегда был Дмитрий, да. Продолжим говорить о футболе, о трансферах. Много интересного. Виктор Панченко в гостях у нас. Буквально полторы минуты паузы. И далее ваши вопросы, наши вопросы, ответы гостя. Будем финишировать. Реклама Снег Нормально Дождь Не проблема Мороз или грязь Справятся Новое поколение стеклоочистителей Bosch AeroTwin готовы к самым сложным испытаниям. Установите щётки стеклоочистителей Bosch с инновационной технологией Power Protection Plus и наслаждайтесь всеми возможностями вашего автомобиля при любых погодных условиях. Выбирайте надёжные щётки стеклоочистителей Bosch. Десятый сезон континентальной хоккейной лиги. Новые битвы, новые сенсации и новые звёзды. Будь вместе с любимой командой. Не жалей эмоций и побеждай. Живи хоккеем. Смотри игры юбилейного сезона КХЛ на телеканалах КХЛ-ТВ и КХЛ-HD. А также на видео.khl.ru и в официальных мобильных приложениях КХЛ. Категория 0+. Ford Focus признан автомобилем года в России. И мы узнали почему. Мощный двигатель Эко-Буст, 150 лошадей, крутая управляемость. Машина реальная зажигалка. Фара Бексинон экстракласса, стильный внешний вид и уверенность на трассе. Ford Focus от 729 тысяч рублей. Только в октябре специальное предложение во всех салонах дилеров Ford. Ford Focus победитель премии автомобиль года в России 2017 в номинации малый средний класс. Предложения ограничены действительно по 31 октября 2017 года. Для Ford Focus в комплектации «Амбиенты» с учётом спецпредложений и выгоды по программе «Бонус за трейд-ин». Подробности у официальных дилеров Ford и на сайте Ford.ru. Мы ведём прямой репортаж с места событий. Василий? Ну что, как сыграют? Давайте слушать вместе. А сейчас 100% утро. Продолжаем общаться с гостем. Виктор Панченко, легенда российского футбола. КамАЗ Набережной Челны. Команда Гремела в 90-е. Отец Кирилла Панченко. Ещё раз спасибо за сына. Александр Боярский может в эфире сказать. Говорим о селекции, о работе наших команд на трансферном поле. Вопросов много. Кто из звёзд мог бы в России оказаться благодаря вашей работе, но в итоге не сложилось? Я читал в интервью фамилии Жервиньо, Рамирес. Да, эти фамилии на самом деле были. Этих игроков я видел. Это в ЦСКА, да, получалось? Ну, в ЦСКА, да. Этих игроков я видел на Олимпиаде в Пекине. И в Бразилии. Но, к сожалению, да, почему-то не смог убедить, что эти игроки нужны. И, с одной стороны, приятно наблюдать за их развитием, когда они попадают в какие-то клубы. Потому что угадали, да, что вырастут. Я же всё-таки был прав. А, с другой стороны, наверное, всё-таки недоработки, что я не смог убедить Евгения Леонорыча и Романа Бабаева о приобретении этих футболистов. Официальная информация человеку 32 года. А на самом деле сколько лет Думбия? 50? 70? 98? Ну, я тоже предупреждал, что есть у меня большие сомнения. Уникальный парень. Даже вот в Википедии, смотрите, тут у него две цифры. 31 декабря 1987 года, 16 июня 1985, 29 или 32 года. Даже там не знают. Ну, в Африке, да, они паспорта получают через Красный Крест за этот, за паспорт 50 долларов платят. И Красный Крест выписывают им новый паспорт за потерю. Поэтому вообще африканский континент, мне тяжело с ними было работать. У них свои понятия, свои, как говорится, нюансы. Обычно туда не ездили. Бразилия интереснее, да, в этом отношении? Нет, ну, она не интереснее. Ездили туда, куда посылали, это, во-первых. Во-вторых, зависело от того, какой путь развития у Куба. Или бразильцы, или аргентинцы. Ну, да, армейцы, скорее, да, бразильская история была. Да, потому что долго выбирали. Или на бразильцах остановиться, или на аргентине вместе с Сависом. Поэтому выбрали бразильский. Я думаю, никто не пожалел, что СССР все выиграло. А Кенфееву рассказывали, рост измеряли. Это касалось его перспектив как футболиста или трансфера в Манчестер Юнайтед. Запрашивали у вас, какая у него ростовая характеристика. В то время никто не думал о Манчестере Юнайтеде. Это было в Академии. Смотрели, естественно, на будущее. И нужно ли искать вратаря высший рост. Ну, Игорь, наверное, сам все доказал. Тройка лучших футболистов Чемпионата России на данный момент. Кто это, на ваш взгляд? Кокорин, Кузяев, Миранчук? Ну, так немножко неожиданный вопрос. Без подготовки даже тяжело на него ответить. Вот вам кто нравится? Нападающий, скажем. Меня приятно очень сильно удивил Саша Кокорин. Потому что, когда он был в «Динамо», когда я там работал, вот, и было совсем другое понятие о футболе у него. И что с ним случилось, мне просто приятно это наблюдать. То, что сейчас он лучше бомбардил забитые мячи. И просто феноменально. Вот. На данный момент для меня это такой хороший сюрприз. Открою секрет. Виктор Вячеславович готовился к эфиру. Приготовил огромное количество информации, статистика. Что-то из этого пригодилось. Что готовы сказать? «Локомотив» чемпион. В таблице там 29 очков. К сожалению, наверное, нет. «Зенит» все-таки? Да, «Зенит». Вы не грустите. Не грустите. Сейчас вас развеселит ваш хороший знакомый, теперь уже который просит маечку у вас. Александр Боярский, да. Весь эфир секрет подмигивает. Держит за руку, смотрит в глаза. Ждет футболку панчеткой. Мою маечку Илья Кирилла. Любую маечку из семьи Пашенко. Ваши мне подойдет больше, честно сказать. По весу подойдет больше. Все-таки в Кирилловское боимся не влезет. Александр готовил, готовил эфир. Естественно, сейчас мы уходим, мы отдыхаем. Берет празды опять. Сейчас будут голы Кирилла. Правильно понимаю? Да, насколько хорошо вы помните голы Кириллом, давайте немножко поиграем в аудиозагадки. Итак, все просто. Мы включаем аудиофрагмент с какого-то матча Кирилла, где он забивает. А ваша задача вспомнить, угадать, кому же он это делает. Итак, поехали. Первый фрагмент. Вот момент. Гол. Вот смотрите. Три корнера. Гол. Может быть так получится. Кирилл Панченко. Выход на замену. Сложной позиции забивает Панченко на ближнем углу Вратарской. Ну-ка. Ну, это, несомненно, гол в Саранский. 100 градусов. Ничего себе. СССР, 4-6. И Кирилл при счете 0-3, кажется, да? Да. Забивает первый гол. С удаленным игроком. Есть. Так, едем дальше. Первый взят барьер. И вот штрафной. Доворот. Приличное расстояние. О, штанга и гол 2-0. Фантастический мяч забивает Кирилл Панченко прямым ударом со штрафного. С подъема. Судя по всему, убил Кирилл. Ну-ка. Штрафный удар. К удивлению, этих голов много. За Динамо, за Динамо. Ну, это гол особенный. Давайте я вам подскажу чуть-чуть особенный гол. Потому что забит за Динамо. Нет, я сошел за Динамо забит. Я просто... У меня две мысли. У меня один гол с улицы на стадионе Арена Химки в правые ворота, как я сижу. Так. Вот, другой гол это в Тосно. Ну, первые правильные ответы есть. Конечно, первые впечатления не обманывают. Гол ворота Тюмени. Это первый гол Кирилла за Динамо. Фунейл, правда, да. Давай, посмотри, третий. И третий быстренько, да, включаем. И Панченко. Его шанс! Ох, какой гол! Вот это да! Динамо в игре! Динамо в игре! Ну, я команды, к сожалению, не могу запомнить. По-моему, это через себя Хабаровску. Это первый гол в этом чемпионате. А, Спартаку. Спартаку, да. Динамо в игре, да. Спартаку вернулось. 0-2 проиграли. Кирилл 2-1. И в итоге 2-2 сыграли. Ну, все знаете, молодец. А голы сына лучше, помните, знаете, чем свои? Дай бог, чтобы он побольше забивал. Я их все забывал. Он забивает, а я забываю. Сообщение приходит. Виктор Вячеславович, дядя Витя. На Речном все в порядке. Ждем встречи 29 октября. Спасибо за Кирилла, Радик и Наташка. Знакомые какие-то, да? Родственники, друзья? Да, я думаю, что это друзья Кирилла. 29-го вас ждут в гости, видимо, да. Будете общаться. О, ничего себе. Обязательно будем. И спросите, пожалуйста, у Виктора Вячеславовича, не хотел бы он создать свой клуб. Пусть второй лиги, но свой. Мой привет из Липецка. Спасибо. Ну, я думаю, что легче помочь Металлургу Липецк, чем создавать свой клуб. Свой клуб идеи не было создать никогда, потому что понимаю, насколько это тяжело и ответственно. И можно, что ты будешь нести ответственность не только за себя, но и за всех, кому ты даешь шанс играть, работать в клубе. И это очень тяжело. Для меня есть с чем сравнивать, поэтому я до сих пор не могу понять, как Евгений Линольф справляется с такой ношей, и сколько радости он приносит фанатам ЦСКА. Он меня пригласил практически через полгода, когда принял клуб. И как он развивался, я все это видел на моих глазах. Частный клуб содержать, как это Галицкий, как ему удается, тоже это просто не понять. И если за что-то браться, надо сделать очень хорошо, качественно, чтобы не было стыдно за это. Еще вопрос, точнее, реплика. Привет с Родины, Ставрополь помнит и гордится. Вот так вот еще. Липецк, Ставрополь, сегодня все пишут, все помнят, все любят. Давайте подведем итог конкурса вопросов от болельщиков. И, наконец-то, отдадим два билета на бои роботов. Я напомню вопрос, а вы выберете лучший. Спрашивали про талантливых футболистов в России, про возможность Кирилла выступать в Реал Мадриде, про европейский футбол. Вот очень трогательное сообщение от Радика и Наташи к дяде Витте. Это не вопрос. Месси или Роналду спрашивали. Спрашивали по поводу пяти голов за КамАЗ. Вспомните, давайте эти голы. Была у нас история тоже. Вот такие вопросы. Давайте что-то выберем. Про Дзюбу спрашивали. Про Торпеда и Кириллов Торпеда. Буду немножко таким, как говорится, самолюбивым. Выбрал бы про пять голов за КамАЗ, потому что люди помнят. Мне было приятно, что мне их нашли. Я их посмотрел. Это в WhatsApp пришел вопрос. Отыщем обязательно и вам. Да, вот уже. Слушайте, телефонный номер которого на цифры 5939 заканчивается. 5939. Два вопроса про 26 марта 1994 года. Виктор Вячеславович, какие вспоминания вспомнили все это? Да, и он же, этот человек спросил по поводу Месси или Роналду. Отлично, спасибо большое. В концовке эфира все-таки какие-то вот цели, мечты, планы, задачи и свои, и сына. Ну, 54 года, которые, дай бог, я уже прожил. Хотелось бы счастья, здоровья детям и всем близким. Естественно, внучке и внукам будущим, на что я надеюсь. И на Кирилла, и на Филиппа, и на Михаила, на своего маленького. Хотя ему еще и восьми нет. Трое сыновей. Да, три сына, да. Как обычно, один футболист. Вот, поэтому... Александр, трое сына, трое сыновей. Вот они встретились наконец-то. Банченко и Боярский, да. Вот, да. И поэтому Кириллу самых успешных результатов, чтобы он восстановился, во-первых. Потому что мы все очень сильно переживаем. Мне приятно, что, ну, наверное, круто скажу, вся страна переживает. Но многие переживают, мне это приятно, да. Дай Бог, чтобы восстановился, помогал «Динамо» и попал в сборную на чемпионат мира. Это событие для любого футболиста, это цель жизни. Ну и здоровья, всем здоровья и здоровья. Мы вас ждем в нашем футболе, да? Совсем скоро возвращение громкое будет. Очень хочется на это надеяться, да. Ну, спасибо вам. С Божьей помощью все получится. Все, спасибо большое. В гостях у нас был Виктор Числавович Панченко. Человек, много сделавший для нашего футбола. Приятно было поговорить. Очень любопытный, на мой взгляд, был разговор. Интересный, много фактов и эмоций. Всем спасибо. На этой неделе с вами были... Роман Вагин, Александр Боярский и Эмма Гаджиева. И 100% услышимся с вами в понедельник утром. Пока-пока. Василий, вам слово. С победой любимой команды. Секреты успеха на Спорт.ФМ. Реклама. Когда речь заходит об автомобилях Вольво, в первую очередь говорят о новом XC90. Скандинавский дизайн восхищает с первого взгляда. А инновационные технологии делают управление максимально безопасным и комфортным. Приобретая новый Вольво XC90 от 3 миллионов 129 тысяч рублей, вы можете прикоснуться к настоящей легенде из Скандинавии. Подробности у официального дилера ООО «Вольво Cars Major» на сайте «Мейджор».